Суреи ждут трудные дни. После смерти Бигюм ничто уже не будет прежним. Боль, которую испытывает Эмир, также глубоко влияет на его связь с Суреей. Сурея находится в начале трудного периода. Хотя Джану трудно справиться с болью Бигюм, он в гневе принимает меры против Фарука. Когда Эпик не получает того внимания, которого она ожидает от Исмы, она очень злится. В то время как Эсма пытается оставаться сильной, несмотря на все произошедшее, Сирена не оставляет атмосферу бездействующей. Речь Исмы перед семьей о том, что все пройдет, прерывается болезненным криком. Семья Баран находится на грани распада. В конце последней серии Бигюм не может пережить перенесенную операцию. Всем, кто это слышит, очень грустно. Сурея старается не приближаться к ребенку, чтобы не вызвать реакции. Пока Бигюм была жива, она рассказала женщине все о своем сыне, он доверил это ему. Эпик своим обычным эгоизмом разрушила помолвку Османа, он даже хочет украсть роль умертвый Бигум. Когда госпожа Эсма обвиняет его в грубости и говорит ему брать в пример Сурею, он выходит из-под контроля. Он создает разлад между своей невесткой и тещей, показывая Сурее фотографии, которые Эсма получила от детектива, который ранее следил за Суреей. Госпожа Эсма занимается всеми соболезнованиями, маулидами и благотворительной деятельностью. Он заботится о своем внуке и винит себя за жизнь, которую, по его мнению, он украл Убигум. Он не может понять, почему Сурея ведет себя по отношению к нему отстраненно и даже враждебно. Однажды вечером, когда Сурея не выдерживает и бросает детективную историю, Эсма остается сожалеть и расстраиваться из-за того, что она сделала. Фарук тоже злится, Фикрет же не может приблизиться к Эсре, потому что не может избавиться от жены. Его тесть тоже приходит и кричит на него. Исра снова порядочная и понимающая. Ипик, напротив, воинственный и агрессивный человек. Он шутит при каждой возможности. Более того, он угрожает Фикрету, рассказывая все брату-психопату Исры. Хотя Адам продолжает оплакивать свою мать, он также не может справиться с уходом жены из дома. Он пытается обвинить во всем, что касается его матери, Дилару. Дилара говорит, что хочет с ним расстаться. Когда Адам обращается к психологу, мы узнаем, что он убил своего отчима и поэтому сидит в тюрьме. Разгневанная тетя Исмы приходит к Адаму и рассказывает ей о пожаре и письме. Разумеется, он не упоминает о том, что написано в письме. Адам снова проходит обучение в Буране. Он хочет себе комнату в компании «Жизнь», он злится на баранов, которых считает ответственными за смерть бегум. Он строит планы на неделю и едет в дом Адама. Он рассказывает свой план, когда Акиф приходит в себя, он встречает с Сенем и слушает ее историю. Переживания женщины очень тяжелые. Он снимает кольца и возвращает их Акифу. Однако неделю спустя Акиф решает продолжить с того места, на котором они остановились. Кольца надеваются обратно. Сирена же уверена, что ее дочь будет измотана этой многолюдной семьей и бесконечными событиями. Он не может найти подходящей дочери домашнее поведение и постоянно ее дразнит и предостерегает. Но когда ее дочь говорит ей, что она ей не мать, и приходит к ней, она идет в дом Османа, объясняет его дочери, извиняется и делает незавершенное ношение обручального кольца для молодых людей. Баде и Мюрат решили пожениться в последней серии. По настоянию Мюрата Баде сначала рассказывает женщине, которую считает своей матерью. Даже женский барабан показывает равных-равных, но молодые люди настойчивы. Он производит эффект разорвавшейся бомбы, говоря, мы решили жениться на Баде за завтраком, где его мать собирается поговорить о семье. Все воспринимают это как упрямство или энтузиазм и противостоят этому. Сурея, которая злится на госпожу Исму и встает после завтрака, теряет сознание в своей комнате наверху. Они срочно отправляют его в больницу. Однако новости по тестам хорошие. Сурея беременна, но в этой ситуации они застревают в ситуации, когда не знают, радоваться им или грустить. Оправится ли бегум после операции? Эсма идет за своим знаменитым комплектом для помолвки. Когда с ними сирена, происходят забавные и противоречивые моменты. Когда сирена приехала в Турцию, она осталась с Гарипом, и они тусовались, потому что у него не было серьезных отношений. Опять же, когда женщина приближается к мужчине, он ведет себя странно, но женщина не понимает и идет к постели мужчины. Поскольку в тот момент Гарип разговаривал с Исмой, Эсма слышит это и принимает меры. На следующий день Гарип идет и покоряет сердце Исмы. Когда Мюрат красиво объясняет Баде свою проблему и говорит ей, что он серьезен в своей любви, она соглашается, но они решают какое-то время скрывать это. Эсма узнает, что Акиф пришел и купил кольцо, когда она ходила за покупками на рынок. Он говорит с Акифом о прошлом женщины. Акиф и Сеним приходят домой и противостоят друг другу. Мужчина уходит. Как только Адам слышит, что его мать сдалась, он бежит туда. Несуществующее равновесие Адама было полностью нарушено. Он также реагирует на Делару. Он тоже не отвечает на звонки, он тоже не идет домой. Делара берет чемодан и отправляется в Сеним. Мужчины-баранов стревожены и расстроены, когда узнают, что мать Адама чуть не жажгла их собственную мать. Поскольку Ипик не считает, что это ее вина в решении мужа развестись, она видит виновником Исру. Он идет на рабочее место девушки и устраивает сцену. Он жалуется на дочь своему начальнику. К счастью, он знает своего босса Исру и не обращает внимания на слова Ипика. По окончании этих событий Исра принимает решение. Поскольку я ничего не делаю, меня объявляют виновным. Затем он говорит, что должен хотя бы сделать это по-настоящему и сообщает о своем решении Фекрету, который приходит к нему. Мужчина очень счастлив. Поскольку Сурея хочет, чтобы Эмир присутствовал на помолвке, он узнает о состоянии здоровья женщины во время разговора с Бигюм. Бигюм просит Сурею объяснить ситуацию Фаруку, и вместе они рассказывают Эмиру об операции. Пока Бигюм записывала видео для сына в ночь помолвки, женщина потеряла сознание. Они идут в дом Гарипа на церемонию просить девушку. Сирена и ее грубость снова в главной роли. В этот момент Фекрет, узнавший от Исры, что Ипик ушел на работу, затевает драку. Пока они на глазах у всех говорят об Исре, измене и разводе, Эмир звонит Фаруку и сообщает ему, что они отвезли его мать в больницу. Ожидание в больнице заканчивается плохими новостями. Бигюм мертва. Предложение руки и сердца Османа шокирует всех. Фарук встречает Адама и Делару за ужином, когда он захотел зажечь свечу зажигалкой в кармане. Адам сказал, это моя зажигалка. Фарук отвергает это, говоря, что он такой же, но понимает, что его мать что-то от него скрывает, и когда он идет домой, загоняет Исму в угол. Он тоже говорит всю правду. Фарук сходит с ума, когда узнает, что его мать пытались убить. И Эсма, и Сурея пытаются его успокоить, но им это не удается. В последней серии Фикрет заявил жене, что хочет развестись. Когда Ипик не может отговорить мужа, чтобы она не говорила, она встречается со своей матерью. Женщина говорит об Исре. Ипик узнает новое место, где работает девушка. Он находит заказ цветов и записку, которую Фикрет отправил девушке на день Святого Валентина. Мурат организовал мероприятие в конце последней серии и сделал предложение Баде. Баде не принял чистого гнева и очень рассердился на ребенка. На следующий день, когда Мурат разговаривал с мальчиком, по словам Баде, они встречались в саду особняка, он был очень рад узнать, что это неправда.